Всем большой привет, ребятушки, с вами Мари Геймс, и это новая серия по челленджу 100 детей в игре The Sims. И мне пришло уведомление о том, что наша малышка должна повзрослеть, поэтому давайте наконец-то повзрослеем ее. Сейчас я надеюсь... Да, а то подвисло, я уже испугалась. Так, а, надо сняться с таба, да. Так, по рандому она у нас будет неугомонная и почему-то с пацанячьей такой причесочкой. Надо будет это сейчас исправить. Папка прислала ей подарок. Тут, кстати, у нас дорисовала Джессика картину, надо будет ее сейчас продать. Смотрите на эту лапку. Я ее потом переодену за кадром, чтобы вы уже не наблюдали за этим. Так, давайте продадим коллекционеру. И мама у нас же опять беременная. У нас скоро второй триместр. Сейчас только утро. Давайте она пока пойдет займется своими делами. Малышка у нас, кстати, уже хочет кушать. И можно ее отправить пока поизучать предметы. На что она тут может? Что это? Вот, пожалуйста. У нее как раз будет развиваться навык мышления. Пусть пока ходит там Джессика. Я вот подумала, может быть, я все-таки перестрою этот домик на свой вкус. То как-то так себе он выглядит. Такой прям пустой разрабовский дом. Но он, наверное, не будет выбиваться из общей концепции домиков в этом городе. Я такие еще не строила. И, наверное, у меня он не получится так же, чтобы он хотя бы вписывался сюда. Так, и давайте... У нас есть что-нибудь? У нас ничего нет. Мать, иди готовь. Давай оладушки. Ребенок хочет кушать вообще-то. Надо будет сейчас купить ей кроватку. Все остальное. Ну, выглядит они, конечно, пацан пацаном. Надо сходить в касс. Сейчас у нас мама там по-быстрому. Ну, у нас тут... Блин, сейчас нечем даже ребенка занять. Ладно, сейчас давайте сразу зайдем тогда, купим хотя бы там кроватку, горшок, игрушку какую-нибудь. Просто, чтобы они были. Итак, самую простую кроватку. Давайте поставим. Так, горшок где-нибудь. Блин, хотела, конечно, бы в ванной поставить. Ну ладно, послушаю, в комнате стоит, зато далеко ходить не нужно. Так, и какие-нибудь кубики. Да, планшет для нас это сейчас слишком дорого, поэтому мы купим кубики пока что. Пусть она навык мышления развивает по-другому. Будет ходить и изучать все. Так, иди поиграй пока в пирамидку. Что это за наряд, Карл? Разрабы, за что? Просто. Вот что это за рандом такой? Объясните мне. Посмотрите, сапоги резиновые, какая-то розовая юбочка. Что за жесть вообще? Давай, Джессика, я в тебя верю. У тебя там уже что у нас? Должны же быть какие-то навыки. Четвертый уровень кулинарии. Нормально, приготовишь. Воспитание уже на третьем уровне. Так, и тебе надо будет еще порисовать, потом пойти. Малое. Не, ну тебя надо будет срочно переодеть. Ну что? Получается сейчас? Счета. Нет, а, это папа нам подарок прислал, это не счета. Слава богу, это я уже испугалась. Ну, все, доготовила. О, великолепного качества. Все, Милка, иди, возьми порцию себе. Я не буду покупать этот дурацкий стульчик. Ну его. Пока она дойдет, мать уже доест, наверное. Да, 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 беззащитные малыши, я в курсе. Она же идет за едой уже вообще, Чета. Так. Хочу все купить, эту мусорку, которая денежку будет приносить нам. Это прям попозже, наверное. Сейчас как-то не до этого. У нас тут, кстати, наверное, да, у нас уже тут у лимончики. О, иди, потрави жучков. И так. Продай все. А поливать надо? Нет, поливать, видимо, не надо. Да, просто потребить жучков, собрать урожай. Это мы уберем сейчас в холодильничек. Чтобы ничего нам не мешало. Розочки хоть хороший доход довольно-таки приносят. Они все-таки не дешевые. Так. И надо будет почту забрать. Блин, здесь тоже жуки. Интересно, она везде потравит или нет? Да, она везде пошла травить, отлично. Все, сейчас ускорим, пока она занимается так. Ребенок, а ты хочешь спать, да? Ну, иди. Не надо, не надо мусорить, не надо. Ну, блин. Иди спать. Все. Получай науку воображения. Я за тебя очень рада. Пока мать, значит, тут на улице занимается хозяйством. Как-то пытается деньги добывать. Она, видите ли, тут хулиганит по дому. 116 розочек. Вообще класс. Так. Не, никуда мы не пойдем. У нас тут свои дела. У ребенка игрушки какие-то будут хоть. Ой, надо пойти лягух, наверное, поискать, кстати. Машинка. Дочки. Угу. Молодец, бать. Так. Не, я, конечно, ничего не имею против. Сама как бы тоже с машинками играла. Ну, блин, просто. Я рассчитывала на что-то другое. Собери весь урожай. Пойдем. Так. Так. Они, конечно, дешевые колокольчики. Но, может быть, мы потом купим стол для флористики. И будем делать букетики. Хотя это, по-моему, нифига не выгодно. Кстати, ребят, я вот... У меня как бы игра сейчас получается со всеми обновлениями, да. И я как-то так не обращала внимания на этот набор с миром магии. А тут я прям решила поиграть за мага. Блин, мне так понравилось. Я какой-то для себя даже сюжет придумала там. Как-то так прикольное. Я там жизненную цель поставила, чтобы магом быть. И прям вообще как-то так интересненько, я вам скажу, ходить, собирать эти сферы. Ну, тоже я там, кстати, так же бегала, зарабатывала. Собирала всяких лягушек. Искала эти окаменелости там и прочее. Потому что у меня там такая ситуация была финансовая у девушки. Так. И, короче... Ну, если так вам интересно, конечно, можете послушать. Я там, получается, играла вообще за обычную семью. Вырастила им ребенка старшего. Переселила эту девчонку. И поселила ее в этот... Господи, я забыла, как он называется. В общем, город магов. Отправила ее в этот портал. Она у меня, значит, познакомилась там с каким-то магом. Попросилась, чтобы он ее обратил. И дальше вот у нее там цель была, чтобы там высший уровень, получается, в магии достичь. Вот. И вот я ее там поселила. Построила коробку дома, значит. Поставила кухню там более-менее нормальную. Кровать, унитаз и душевую. Все. И больше у меня ни на что денег не хватило. Как бы... Поэтому деньги закончились. Пришлось ходить, собирать лягух. Собирать окаменелости и прочее-прочее. Благо там этого добра полно. Вот. И вот уже, в принципе... А, я ее наустроила на карьеру фрилансера. Она собирала там бабла на ноутбук. Значит. Она у меня там рисовала на этюднике всякое-всякое. Вот. И потом, короче, мне уже даже понравилось так, в принципе, вот этим собирательством заниматься. Это в таком тебя напряги все время держит. И тут я решила, как бы... А почему бы ей не сделать ребенка с этим... С Калибом. С вампирчиком, короче. И... Ну, я думаю, блин, надо попросить его, наверное, переехать к нам. Вот. Он переехал вместе со всем своим баблом. Вот. Это было неловко, потому что у нас плюс 70 тысяч сразу же. Я такая, что? Ну, ладно, спасибо, короче. А потом, когда она забеременела, я такая подумала, не, она же мак, а он вампир. Не хочу играть за вампира. Пусть лучше она растит ребенка сама. Я как раз посмотрю, кто у них там будет, мак или вампир. Ну, блин, я его отселила, отдала ему там большую часть денег, но на домик мне таки хватило, чтобы его по большей части обустроить. Но в итоге дальше она, конечно, сама у меня зарабатывает, но все равно это прям какое-то читерство было. Короче, если срочно нужны деньги, можно просто попросить приехать к вам у Калиба, и все нормально будет. Я надеюсь, что я правильно его имя, конечно, произношу. Ну, да ладно. Вообще не по теме тут, блин. Запилила вам. Про то, как сама играю. Так, ладно, пойдемте рисовать картины. Не, ну, малыш, может, вам интересно, может, что-то такое хотите видеть. Так, давайте тогда классическую картину иди рисуй. Иди рисуй. Кстати, у тебя там что уже? Ну, уже второй триместр, да? Ребенок, ты там спишь? Надо будет... А, она сходила в памперс мелкая. Такая же такая, блин. Кто к нам приперся? Ты кто? Гейвен Ричардс. Так. Мы знакомы? Не, там смотрю. Так, так, так. Ну, Гюнтер, Доминик. Чувак, а что ты хочешь? Ну, пригласи его войти. О, она еще в туалет у нас хочет. А что он хотел-то? Надо с ним попробовать пообщаться. Может, что получится там, я не знаю. Кстати, мне очень нравится то, что если вырастить ребенка с, короче, с хорошими манерами, потом можно подходить и вежливо поздороваться. У них сразу прям такая хорошая, ну, прилично повышается шкала дружбы, скажем так, да? Вот эта зелененькая. И прям, ну, сходу они хорошо общаются. Это прям так прикольно. Ты кто такой? Ну, поздоровайся с ним нормально. Ну, блин. Да что ж у меня пока ничего не появляется здесь? О, неужели? Искренний комплимент. Кто ты такой? Просто, да? Мы его даже не знали. А что он к нам приперся, интересно? Ну, ладно, давайте. Лишний мужичок не будет. Так, похвали его внешний вид. Подними его настроение. Так. У нас, кстати, здесь включено. Давай включим эмоциональную атмосферу. Пусть ребенок пока еще спит. А вы тут садитесь. Поболтайте. Он решил у нас мусор вынести, да? А может его позвать? Сесть сюда. Идите туда. Сядьте, пожалуйста. Там вообще-то кокетливая атмосфера. Вы что, не понимаете, что ли? Она понимает. Она понимает, а он нет. Где здесь есть? Позвать. Или я сейчас просмотрю, как обычно. Он сам сейчас к нам придет, да? О, отлично. Польсти ему. Пофлиртуй немножко. О, отлично. Он кокетливый. Узнай лучше. Так, расскажи анекдот. Короче, поболтай давай с ним. Налаживай контакт. Я думаю, мы потом сможем от него тоже забеременеть. Потому что каждый же раз от разных нужно. Похвали наряд. Я думаю, он еще... Крачу, у нее не сильно большой живот. Кофта такая свободная, так что он не видит, что она беременная. Так, расскажи занимательную историю. И пойди поешь, наверное. Ребенок. У тебя, наверное, вонючий подгузник, да? Так что, не, мать, наверное, сейчас сначала пойдет поменять тебе подгузник. Да. Доминик что-то от нас хочет. И скажи ребенку сиди тихо. Будем считать, что она, в общем, сказала. Заняла ее кубиками. Вот эти очки еще, что это? За что, рандом? Ой, блин. Мужик, не ходи сюда. Так. Сейчас вот у нас мама ляжет спать, а ребенок как раз выспался полностью, да? Так, и... Поговори с ним еще. Сядь здесь. Про облачную погоду. Там все дела. Дерзко позаигрывать можешь. Ну и кушать не забывай. Ребенок у нас тут сам собой занимается. Че, она русалка, что ли? Мне, кстати, нравится то, что здесь сразу показывают, ну... Короче, если персонаж не просто человек, то здесь сразу показывают, кто он. Видели? Она русалка, походу. У нас же... А он что, русал? Чувак, ты русал? Блин, надо будет у него спросить. Но, блин, походу, да. Это жестко. Жесть! Блин, ребята, походу, у нас будет девчонка-русалка. Блин, это прикольно. Надо будет еще с вампиром и с магом. Такие вот дети разных рас. Кстати, блин. Ребят, я вот все время забываю про то, что у нас в игре существуют инопланетяне. Я за инопланетян не играла никогда вообще. Я не знаю, как с ними взаимодействуют. Вообще, кто-нибудь играл за инопланетян? Напишите, пожалуйста, в комментах. Мне будет реально очень интересно. Я не хочу, чтобы эта серия была слишком долгая, как-то ее затягивать. Малая, что такое? Кубометри кубиков. Давайте сейчас она поиграет, наверное, с ребенком немножко. Дружелюб, найди. Точно при беременности нельзя, да? Ну, почитай на ночь ей тогда. Ложи спать. Вот. Как же это медленно. Че тебе тут не нравится-то? Так. Вот. А че я тут парюсь-то? Так. Кстати, напишите, переделать дом или оставить как есть. Вот мне интересно просто тоже ваше мнение. Про инопланетян и про домик. Так, давайте она пойдет все-таки, так, сходи в туалет по-быстрому и дорисует, наверное, картину и будет ложиться тогда уже спатоньки. Ой, как тут грязно, как тут грязно. Нет, сначала почисти. То я не могу прям. Я даже не видела, что здесь такое. Кстати, по поводу нового каталога, ребят, как вам он вообще? Многие о нем плохо отзываются. Мне на самом деле очень понравилась именно мебель. Она так круто выглядит. Просто разрабы прям стали делать нормальную, качественную мебель. Она выглядит хорошо наполненной. Не пустые какие-то полки. На ней какие-то баночки стоят. Там мочалки висят и прочее. Прям, ну, прикольно выглядит. Я бы, на самом деле, здесь даже такую поставила. Вот по поводу того, что кровать ломается каждую ночь и может убить твоего Сима в любой момент. Это, конечно, не самое хорошее. Но есть моды, которые это дело все подправляют. Спасибо мододелам, как бы, что все это очень оперативно делают. Так что, ну, напишите, как вам? Какое ваше мнение вообще? Понравился ли вам этот каталог? Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Ладно, ребятушки, я тогда буду заканчивать на этом серию. Я вас всех очень люблю. Целую. Всем пока-пока.